Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля. И хотя, конечно, очень рано говорить о плодообразовании у томатов, но ведь у многих уже, у некоторых высажены томаты в теплице. И у многих, ну по крайней мере, есть такие случаи, у которых они цветут. И тут нас может подстеречь такая ситуация. Мы все знаем, что для того, чтобы прекрасно завязались вот эти плодики, чтобы потом из этого цветка получилась помидорка, нужно обязательно, чтобы она опылилась, завязалась. А завязывается она только в тех условиях, когда вот эти вот цветочки, они немножко ветром шевелятся, но в нормальных условиях. Они вот так вот немножко ветром шевелятся, и пыльца падает на пыльник. Ой, или из пыльника нарыльца, я что-то уже забыла. Но не буду в биологические такие подробности вдаваться. Короче, нужно, чтобы у этой пыльцы произошло движение. Но какое может быть движение сейчас на таких ранних сроках, когда у нас еще закрыты и двери, закрыты и форточки. Вот у меня сложилась такая ситуация. У меня цветут вовсю томаты. Один, другой, третий. Вот каждый день какой-то один цветок добавляется. Уже зацвел любимый праздник, зацвел пудовик, собрался ренет цвести. Но никаких движений тут нет. Открыть дверь я не могу. Конечно, тут опять же начинаем старый дедовский метод, способ. Вот те, которые я привязала колышком, которые цветут, Конечно, нужно каждое утро не забывать идти постукивать. Вот для этого коле очень хорошо приспособлено. Они же крепко держатся. И чуть-чуть стоит, чуть-чуть вот так тронуть. Видите, трясучка прям у растения, трясучка. И вот при такой трясучке пыльца обязательно упадет в нужное место. Я прям не буду, вот есть цветок, я прям не буду проверять, какие зацвели, какие нет. Те, которые я подвязала, те, значит, они уже в фазе бутонизации цветения. Вот, видите, тоже цветок. Значит, ему тоже нужна трясучка. Ой, тоже нужна трясучка. Вот. Это один из методов. Второй, конечно, можно... О, сейчас даже... Можно сделать, как бы, искусственно им помочь. Это вы знаете. Опрыскивание завязью, опрыскивание бутоном, опрыскивание борной кислотой. И вот у меня уже спрашивают, когда вы будете опрыскивать борной кислотой. Тот, кто практикует борное обрыскивание, те знают, что три раза за сезон это фазу бутонизации, фазу активного цветения и фазу массового образования вот этих завязей. А так как у меня уже фаза бутонизации идет вовсю и даже наступила фаза цветения, значит, как бы это ни странно звучало, то мне вот борное опрыскивание первое нужно, по идее, делать уже сейчас, в средине апреля. Хотя эти даты кажутся... Вот, когда не было у меня подогрева грунта, я даже не могла предположить, что томатам потребуется опрыскивание для лучшей завязываемости прямо в апреле. Но вот у меня первый раз в жизни наступила такая ситуация. Апрель, томаты цветут, нужно как-то им помогать. И, возможно, уже в начале следующей недели, эта неделя у меня расписана, потому что я сейчас перевалку делаю некогда, в начале следующей недели я буду делать первое опрыскивание, оборное, именно для этих целей, для лучшей завязываемости в теплице, потому что теплицы еще непроветриваемые, мы их не открываем, и тот сквозняк, который... Вот там форточку открываю, и там. И тот сквозняк, который по ветру очень необходим нам для проветривания, он низ не колышет, томаты вообще не шевелятся. Хочу предупредить, когда у нас вот такая мертвая, стабильная вот такая, мертвое, стабильное спокойствие, когда ничего не дрогнет, ничего не шелохнется. Возможно, что опыление будет плохое, и завязываемость будет низкая. А так как это у нас самые первые кисти, на которых самые крупные плоды, вот самые наши долгожданные, и они нам очень важны, нам важно их не потерять. Так что давайте своим томатам как-то помогать. Кто может стучать, постукивайте. Кому некогда ходить, долбиться тут каждое утро по колышкам, или если нет, вообще колышков не привязаны, тогда борное опрыскивание. Борное опрыскивание буду делать на той неделе, ничего сложного в этом нет. Прошлогодние видео посмотрите мои, кому интересно. Делала два раза, по-моему, я в прошлом году. Не знаю, помогает или нет, но завязывались помидоры хорошо. В теплицах это нужно. В открытом грунте там ветерок их трепещет, они и так все хорошо опыляются, оплодотворяются, пыльца шевелится. И еще вот в такой период, когда нет проветривания, и когда здесь создается большая влажность, тут нас может подстеречь еще одна беда. Повышенная влажность делает, как сказать, пыльцу несыпучей, влажной. Она комкуется, и она не ссыпается. Вы понимаете, что чем лучше проветривание, тем суши, томатом лучше. Пыльца сухая, она легко падает, но при этих шевелениях. А если влажность у вас большая, и даже вы будете шевелить, но она волглая, она отсыреет, пыльца тоже может быть низкая завязываемость. И тут верхние форточки, хотя бы, если есть возможность, обязательно открывайте, чтобы было немножко посуше в теплице. Если будет в теплице суховато, если будет здесь сквознячок, ветерок, если еще сделаете бурное опрыскивание, я думаю, все будет прекрасно, и каждый цветок у нас завяжется и превратится в прекрасный, спелый, вкусный помидор. Мы этого очень ждем. До свидания.